друзья всем привет сегодня еще раз хочу поговорить о крипто биржу республики беларусь я уже делал такое небольшое видео ну давайте попробуем более углубиться в этот продукт это не реклама данной бирже это просто обзор называется она каренсе . . ну можем сказать так давайте перейдем я наконец-то зарегистрировался на данной бирже как регистрация проходила то есть я зарегистрировался оставил email меня поставили в очередь потом мне пришло сообщение что вы можете пройти верификацию верификация жесткая верификация с указанием ваших паспортных данных и мало того с указанием скриншотов вашего паспорта ну то есть документа удостоверяющего личности адрес проживания регистрации либо прописки довольно жестко все это сделано но тем не менее это сделано для того чтобы доказать скажем так резидентом какой страны вы являетесь но так есть если вы хотите анонимную торговлю что то здесь похоже это не получится почему в принципе меня привлекат привлекла данная биржа ну будем ее пока называть так биржа посмотрим что из этого выйдет так как я являюсь резидентом республики беларусь и данный проект также является резидентом республики беларусь мы согласно какого не помню там указали декрета президента республики беларусь как физическое лицо я если я буду торговать криптовалютой на данной бирже освобождаюсь от уплату каких-либо налогов сборов взносов до 2023 года естественно если правило ну это на момент записи видео если правило игры как говорится не поменяются поэтому для меня в принципе привлекательно то есть я могу купить криптовалюту продать криптовалюту и все эти сделки не должны по крайней мере облагаться никакими налогами как в принципе разработчики учредители данной биржи или скажем так торговой площадке говорили что они не столько про крипту сколько про акции они предоставляют смотрите возможность торговать различными токенизированными так называемыми активами то есть вы покупаете грубо говоря токен который как бы означает какие-то но вот тут на них на мост трейдов давайте по посмотрим но вот тесла тесла якобы обозначает ну наверное акции тесла да в чем он у нас тут 307 но тут даже непонятно в чем в чем он торгуется то есть что такое 307 ну вот что так что такое 307 белорусские рубли доллары в чем я вот не понимаю то есть написано тесла тесла то есть меня мне лично функционал этой бирже не очень вот понравился то есть едили единицы измерения ну может я что-то не вижу я только опять же только знакомлюсь с данным проектом и естественно могу сам что-то не видеть и на что-то не обратить внимание но вот мне вот например на данный момент вообще непонятно в каких единицах торгуется вот этот тесла что такое 307 то есть где у меня написано тесла к доллару тесла к рублю к российскому и белорусскому к чему ну график да график хорошо элементы графика рисовать что-то можно а что как вот написано you can trade while the market вы не можете торговать пока марки рынок находится оффлайн данный данный рынок находится оффлайн но опять же так ну давайте посмотрим чем мы можем торговать вот дальше можно перейти больше меня интересует конечно а ну я уже закончу но вот эти вот токенизированные активы они не являются физической покупкой акции то есть вы покупаете токен через скажем так аффилированную компанию не помню честно говоря ее название данная биржа якобы закупает уже акции тесла условно говоря если вы купили тут одну акцию тесла в виде токенизированного актива но вам никто не дает гарантии что вы можете запросить именно ту физическую акцию которую та аффилированная компания приобрела то есть вы являетесь покупив владельцем вот этого токенизированного актива но не являетесь владельцем той акции вот так вот то есть очень хитро скажем так насколько я все это понял если я это правильно понял но они говорят что они не про крипту но а мы про крипту поэтому вот вкладочка криптос переходим и давайте посмотрим что здесь можно купить или продать так какие есть пары здесь то есть эфир к доллару сша эфир к евро биткоин к доллару сша эфир к белорусскому рублю биткоин белорусскому рублю эфир к российскому рублю биткоин к евро биткоин к российскому рублю и эфир к биткоину то есть эфир биткоин российский и белорусский рубль и доллар и евро сша ну вот как то так все пока больше тут ничего нету из криптовалют при регистрации мне на счет а положили 125 белорусских рублей в виде а вот тут б и грик н т байн cx вот таких вот условных единиц было тут 125 что я с ними могу делать я не знаю я не пробовал не выводить но по крайней мере не вводя пока ничего на данную торговую площадку я могу наверное при помощи этих 125 рублей поторговать 125 рублей белорусских на секундочку кто смотрит не из беларуси условно можно разделить на 2 и это будет примерно в долларах чуть чуть меньше соответственно 125 делим на 2 получаем сколько там 57 с половиной до долларов но это будет не 57 55 потому что курс 215 но чтобы было удобно прики примерно можно делить на 2 и чуть-чуть считать меньше то есть примерно 50 долларов что с ними можно как распоряжаться могу ли я их вывести или они просто как демо дн деньги мне сюда начислены я честно говоря так и не понял ну потому что я еще не пытался тут ничего не выводить давайте посмотрим как сюда вводить деньги и как всю отсюда попробовать выводить то есть я еще этого ничего не делал если вас это кого моих зрителей будет интересовать я попробую потом дальше функционал поизучать этой бирже мы с вами сегодня просто знакомимся поверхностно депозит fans давайте попробуем сюда тем не менее посмотрите биржа сделана для белорусского рубля для русского рубля да давайте закроем ну где русскоязычный интерфейс или я не нашел сеттингс ну давайте посмотрим а вот русские есть русский о май гад я нашел русский язык как здесь включить то торговля опять возвращаемся не сюда крипто сюда меню внести средства давайте внести средства можно в евро ну их так условных единицах cx видите в белорусских рублях cx рублях и в долларах cx я например хочу в белорусских рублях я это могу сделать с помощью банковского перевода либо банковской карточки либо прям с кошелька вот такого специализированного на давайте вернемся внести средства банковская карта минимально минималка на вот это 100 белорусских рублей что они тут пишут напишут mastercard то есть ну смотрите я сделал русскоязычный интерфейс а все равно у меня здесь по-английски депозит а темпу ральти темпу рари или она в лейбл то есть mastercard депозиты временно недоступны с извиняемся за доставленные неудобства скажем так mastercard то есть скорее всего можно только через визу что ли пополнять либо через банковский перевод что нам нужно если мы хотим через банковский перевод приступить банковскому переводу а смотрите у нас здесь ну это как пример паритет банк адрес банка биг код банка ну это можно найти легко унп имя получателя платежа значение платежа ну короче пример это какой-то пример как можно при помощи но это идти надо в банк и в банке делать какой-то перевод я так понимаю или что или как это ну да получается так вот на этот счет нужно делать перевод назначение платежа вот это все как копируете и идете либо в как говорится веб морду то есть веб интерфейс вашего интернет банкинга я вот вводите вот эти значения делаете перевод либо при помощи банковской карты но я так понимаю только виза внести можно минимум 100 белорусских рублей это 50 условно долларов так нажимаем ввести номер карты месяц цвв это моя карта внести ну тут и по карточке все легко и просто давайте посмотрим как можно вывести вывести деньги откуда можно вывести опять же вот с этих вот кошельков можно евро доллар белорусский российский условный cx рубль ну и посмотрим куда я могу вывести белорусский рубль новый банковский перевод и только лишь новые банковский перевод у меня доступно 75 ну вот сейчас у меня написано доступно 75 рублей к выводу опять же минималка друзья видите минималка 100 стоит я так понимаю хотя но тут ничего не выскочила может быть это и не минималка доступно но тут нигде не написано что минимум 100 просто может быть для удобства сюда они поставлены не знаю но опять же только банковский перевод что очень неудобно если я могу через карту завести мне хотелось бы прям на эту карту и вывести так еще здесь можно попробовать ввести и вывести прямо в криптовалюте я еще пока слабо ориентируясь друзья в этих самых так в интерфейсе данной торговой площадке но смотрите вот если нажимаем на кошельки у меня есть белорусский рубль это валютные токены вот они как они их называют и у меня есть криптовалюта и по идее я наверно могу ее вывести нажимаем вывести так что нам тут пишут пожалуйста проверьте ваш адрес для вывода эфирио мне вводить средства напрямую на и все айсио программы мы не сможем возместить некорректное выведение средств на данный момент у меня есть 01 етаж сумма к снятию давайте сто процентов адрес для вывода средств двухфакторный токен и выводить а давайте я сейчас попробую прямо вставить свой адрес а мы давайте прям даже вот отсюда у меня а надо заходить ладно я сейчас вставлю не смита маска а вставлю свой адрес электрон свой адрес и так друзья я ввел адрес кошелька ввел код из двухфакторной аутентификации и давайте посмотрим что здесь написано нажал вот ну я вам просто не показал номер кошелька и номер эти цифры пин-кода вывод средств отложен пожалуйста дождитесь обработки вашего запроса вывод средств это может занять некоторое время эти 01 этаж я купил вот за эти которые у меня были бонусные как бы деньги не знаю что будет дальше и где это смотреть отчеты так отчеты давайте посмотрим так вот у меня была даже комиссия за покупку эфир за белорусский рубль вот я покупал видите вывод сверх средств на проверке что они сейчас будут проверять мне неизвестно они сейчас проверят что я их купил за бонусные деньги и не выведут мне а прикол какой смотрите это моя активность тут ну давайте посмотрим как тут в принципе попробовать торговать эфир к белорусскому рублю откроем смотрите я делал не знаю может быть я что-то сделал не так я делал ордер на покупку по 219 38 219 38 вот он где-то здесь да и примерно вот в это время я и делал цена ушла выше но мой ордер не сработал почему-то и почему-то покупки не было если вот нажать вот тут сбоку можно посмотреть стаканы так называю до биржевые стаканы давайте попробуем в принципе я отменю этот ордер на балансе у меня вернулась 102 давайте попробуем купить по рынку ну давайте самое дешевое почем продают 224 до 224 68 это чего на на 50 рублей до продают давайте попробуем купить эфир за белорусский рубль я хочу 005 эфира 011 хотя бы да и прямо торговая комиссия смотрите будет 005 то есть 5 копеек белорусских всего 24 рубля 71 доступно если я нажму купить что произойдет купил ли я да я купил по рынку получается также здесь можно сделать отложенный ордер купить когда цена а составит ввести здесь появится цена как бы отложенный ордер ну и что друзья давайте посмотрим кошельки 011 у меня сейчас а ну вот я купил до 011 и 0 те один у меня на вывод стоят на проверке сейчас ну примерно как то так это работает то есть а ну я для россиян покажу вывести деньги в если российских рублях тоже только банковский перевод так что даже там и не и не выскочила не выскочила образец так что-то тут все заключила у меня так вывести деньги вывести деньги у меня пропали а май гад говорится вывести деньги нету внести средства что случилось соединение потеряно нету давайте попробуем куда-то на другую страницу перейти графики так отчеты так ну вот отчеты да это работает активно растущие рынки активно активно растущие рынки что-то как-то стала тупить это в морда давайте это все закроем опять меню вывести деньги нету давайте перезагрузимся так перезагрузились меню уже мы стали обратно на английском языке давайте вернем русский кей меню вывести деньги а появилась хочу российский рубль но вы новый о май гад вывести деньги новый банковский перевод доступно 77 почему даст а опять белорусские у меня стали российский рубль ввел российский рубль и мне пишет доступно 77 почему у меня доступно 77 если это в белорусских рублях так приступить к переводу ну и да и просто тут написано куда что переводить вводить ваши банковские реквизиты ну короче очень сыра друзья очень сыра не совсем мне вот не нравится вот эти вот подсказки выскочены я сначала не понял что это выскочила это из-за того что я купил 01 01 с эфира у меня теперь сразу автоматически такая подсказка выскочила продать по рынку как я могу свои эфиры продать то есть мне это не надо например ну человек может ошибиться просто взять случайно нажать хотя он и не хочет продавать да ерунда какая-то короче не со мне интерфейс не нравится не совсем дружелюбен посмотрим что будет дальше так купить крипто опять видите выскакивает автоматически я не хочу ничего продавать они мне предлагают сразу продать эфир белорусскому рублю стаканы небольшие я так понимаю что здесь это все в белорусских рублях 800 400 200 полного объема нету то есть непонятно 800 400 сколько здесь 1200 1400 1500 1550 рублей это на 700 долларов всего лишь висит здесь закупка и продажа тоже примерно что-то в этом районе а тут даже копия в продаже стоит 800 400 200 150 как-то все зеркально непонятно короче хочу вот такая вот биржа непонятно что можно делать ну пока нельзя вывести на карту нужно заниматься банковскими переводами пока здесь что-то непонятно я в комментарии друзья видео куда затянулась ну я сам с вами изучаю не знаю не знаю какое-то двоякое впечатление хорошо что она в принципе появилась но как-то все как-то все скомкано непонятно интерфейс недружелюбен если мне выведут друзья эти деньги я обязательно эти эфиры да то я обязательно напишу в комментарии под этим видео посмотрим что из этого ну если и не выведут или мне там напишут что ты за бонусные деньги ничего не можешь покупать и выводить тогда тоже напишу ну а так ссылочку на эту биржу я оставлю в описании под видео переходите смотрите изучайте вместе со мной всем пока